МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Кудрин назвал IT-отрасль одну из драйверов развития экономики Приками. Глава Минфина выступил на молодежном форуме. Приками за три года планируют расселить из аварийного жилья 4300 человек. Краевый бюджет направит на это чуть менее 1,5 млрд рублей. ВТБ увеличил кредитный лимит РТЛЕКОМу до 45 млрд рублей. Стороны подписали соглашение сроком на 7 лет. Новости при Каме в прямом эфире. Я Руслан Багизов. Здравствуйте. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина выбрал Пермский край одну из пилотных площадок для проектов в образовании. В частности, нового технологического образования школьников и студентов. Об этом он заявил телеканал РБК Перм. Сегодня Кудрин стал главным спикером первого дня молодежного форума Пермского края. Он проходит в течение двух дней. Главные темы – современные технологии для задачи обучения, продвижения бренда в интернете и соцсетях, требования цифровой экономики к будущим специалистам. Работа форума будет организована по трем направлениям – киберспорт, молодежные медиа, инновации и техническое творчество. С лекциями в фестивальном доме выступят федеральные эксперты, представители научных и некоммерческих организаций. В частности, Алексей Кудрин в своем докладе отметил, что для успешного развития как предприятия или бизнеса, так и территории страны необходимо взаимодействие специалистов разных сфер. Он оценил потенциал Пермского края к развитию в современных условиях. «Соединение промышленного и интеллектуального потенциала в современных отраслях и создание новых таких отраслей, которые еще много предстоит сделать здесь, это важнейшее преимущество Пермского края. Ну и плюс, я хочу сказать, надо усиливать связи с ближайшими регионами, чтобы создавать синергию». Кроме того, как отметил Алексей Кудрин РБК, с региональной власти удалось обсудить градостроительную тематику, в том числе улучшение городской среды и развитие агломерации, которые дадут новый толчок развитию региона. Депутаты Пермской думы предлагают ускорить работу над генпланом города и перенести правки Департамента градостроительства и архитектуры с 2019 на 2018 год. Они уточнили, что сроки разработки программ комплексного развития, которые установлены в постановлении федерального правительства, уже нарушены почти на два года. Начальник профильного департамента Мария Норова сегодня на градостроительном комитете в Думе рассказала о ходе работ по актуализации генплана Перми. Власти будут его корректировать на основе программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, сейчас МКО, Институт территориального планирования, анализирует показатели, достигнутые по итогам первого этапа реализации генплана. Завершить эту работу должны к январю 2019. После этого будут внесены правки в генплан. Сделать это муниципалитет намерен до конца следующего года. Прикаме за три года планируют расселить из аварийного жилья 4300 человек. На реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из краевого бюджета направят чуть менее полутора миллиардов рублей. Вместе с муниципальными средствами сумма составит порядка двух с половиной миллиардов рублей. По словам замминистра строительства Прикаме Фейн и Минг, эти средства позволяют решить лишь десятую часть от общего объема задач. Расселению на трехлетний период подлежат 58 с половиной тысяч квадратных метров жилья, а при этом в оборот предложено ввести до 14 гектаров земли для последующей застройки. Экономический эффект общий, который будет возникать в результате этого первого этапа, это еще дополнительно порядка, мы сейчас оцениваем, порядка миллиарда рублей, которые будут вовлечены в последующее расселение граждан. То есть мы вкладываем сейчас миллиард 300, муниципалитеты вкладывают там около миллиарда рублей, то есть они так на сегодняшний день оценивают эти программы, и мы дополнительно получаем еще миллиард общего эффекта на эту деятельность. Из инвестиционной привлекательности территории складывается один из критериев вхождения в программу софинансирования. Для Перми ввиду более высокой стоимости жилья паритетный условий в 50 на 50, для остальных муниципалитетов 75 на 20. Также стало известно, что в краевой столице в ближайшие три года намерены расселить 95 домов, это порядка 39 тысяч квадратных метров. На общественном совете Приминстроя было отмечено, что это опять же не более 11% от всего объема. ВТБ увеличивал кредитный лимитр телекому до 45 миллиардов рублей. Стороны подписали соглашение сроком на 7 лет. Согласно данным сервера раскрытия информации, размер сделки составляет 110% от стоимости активов самой компании, которые по итогам третьего квартала прошлого года оцениваются в 40 миллиардов 665 миллионов рублей. В самом холдинге отмечают, что расширение линии позволяет обеспечивать финансирование стратегии роста компании. Она предполагает удвоение масштабов бизнеса в течение пяти лет как раз за счет органического роста, так и сделок по поглощению других игроков рынка. Ранее у компании ВТБ был кредитный лимит в 27 миллиардов рублей, срок которого в мае был пролонгирован до конца 2017-го. О том, что РТБ и ВТБ договорились об увеличении кредитного лимита, стало известно еще летом прошлого года. В рамках Петербургского экономического форума стороны подписали предварительные условия кредитной линии, предусматривающие увеличение объема финансирования как раз до 45 миллиардов рублей. На этом пока все. Оставайтесь на телеканале РБК и до встречи через час. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова